Это программа «Американский акцент». Мы продолжаем. Гость программы сегодня профессор истории университета Мэмфиса Андрей Знаменский. Андрей, вы слышите студию? Слышу вас. Еще раз приветствую всех дорогих слушателей и зрителей. Ну вот, продолжаем программу. И я теперь хотел бы повернуться в сторону России и поговорить с вами о том, что происходит там. Причем, ну, понятно, Владимир Путин правит более 20 лет, окончательно выстроил в России так называемый персоналистский режим, как говорят эксперты. Проще говоря, это система власти, которая держится на одном конкретном лидере. Что я хочу у вас спросить, как у историка, профессора истории. Корректно ли вообще называть это персоналистской автократии? И что это вообще такое за описание? Ну, у нас в благосфере, в медиа гуляют различные определения этого режима. Например, часто этот режим называют фашистским, по типу от режима Муссолини. Причем надо отметить, что режим Муссолини, он не был таким тоталитарным. Хотя слово тоталитаризм родилось как раз в Италии. Однако режим Муссолини, он не был таким тоталитарным, как сталинский режим или нацистский режим в Германии. То есть люди могли там выезжать и приезжать. И, в общем-то, была такая сила, как католическая церковь, которую вызов частично бросала Муссолини. Вот где-то как-то так. Россия ведь это не Советский Союз. Несмотря на те преступления, которые Россия сейчас совершает в отношении соседней страны Украины, несмотря на вот эти расправы с неугодными, это точечная репрессия. Потому что, в отличие от Советского Союза, где все было закатано в бетон, где и никакая мышь не могла проскочить, это действительно авторитарная диктатура сегодня персоналистского типа. И вот мы говорили в первой части программы о латиноамериканских странах, в частности, упоминали Бразилию. Вот Россия, она где-то похожа на такую персоналистко-авторитарную диктатуру латиноамериканского образца. Кстати, сейчас у нас уже и нет практически таких диктатур в Латинской Америке. Латинская Америка худо-бедно пытается выходить из этого авторитарного штопора. Но если вернуться назад, отмотать историческое время назад, то Россия действительно похожа на диктатуру латиноамериканские 60-70-х годов. Ту же бразильскую диктатуру, ту же парагвайскую диктатуру Стресснера или перуанскую диктатуру. Здесь ведь вот еще, что нужно иметь в виду. То, что распад Советского Союза, распад империи, он неизбежно к этому вел. Потому что все страны, которые переживали распад империи, они так или иначе сталкивались с такой ностальгией по своему имперскому прошлому. Но если в Англии, если в Бельгии, в Нидерландах, странах с богатой демократической традицией, это проходило очень быстро, то в таких странах имперский распад не происходит бесследно. Потому что многие люди считают это потерей своих территорий, потерей своей идентичности. И вот даже Франция, Артем, извините, я должен привести в пример Францию здесь, которой казалась демократическая страна, она дает нам пример того, как демократическое государство еле-еле могло выйти с такого имперского прошлого. Когда Франция вела кровопролитную войну в Алжире, это 1961-62 год, и тогда было 2 миллиона французов в Алжире, которые считали вот это французским миром, и они не хотели уходить из этой страны. И Франция направляла туда свои войска, пытаясь задержать Алжир в сфере французского влияния. Но тогда был президентом Дегон, у которого, в отличие от Путина, хватило большой государственной мудрости, и он сделал стратегический расчет. Мы должны уйти из Алжира, это не наша культура, это не наша страна. Любим мы их или нет, это отрезанная ломоть. И он сказал, мы уходим из Алжира. Вы знаете, и тогда против него были большие заговоры тогда. Был заговор так называемых правых парашютистов. Вы, наверное, помните лучше меня, известный фильм «День шакала», где описываются вот эти многочисленные покушения на президента Деголя. Но у него было мужество, и большинство французов его тогда поддержали. Что мы не можем сказать о сегодняшней России, где, к сожалению, ну, половина или даже больше половины поддерживает вот эти решения Путина. Для чего? Для того, чтобы восстановить какую-то пресловутую имперскость. И последний момент, часто для диктатур. Третий момент. Вот эти вот войны, которые они развязывают против соседних стран, это возможность консолидировать свою власть, продолжить свою власть. Ведь мы не являемся здесь открывателями каких-то Америк. Мы знаем, что перед вторжением в Украину у Путина резко начала падать популярность внутри России из его идиотских социально-экономических решений. И вот эта вот война используется сейчас в путинской диктатуре по полной для того, чтобы канализировать недовольство населения против соседней нации. Это тоже очень распространенный прием, который диктаторы все практически используют. Я вам сейчас могу даже перечислять вот на память Джулиус Нерера, социалистический диктатор Танзании. Он развязал на закате своей власти, развязал войну против Уганды. Вот эти Индира Ганди, там вроде бы демократический лидер, но с такими авторитарными поползновениями в Индии, была заинтересована в войне с соседним Пакистаном. А Пакистан, соседний тоже диктатура, был заинтересован в войне с Индией, чтобы канализировать недовольство населения против соседней страны. Эти диктатуры разрушаются не сразу. Это поколенческое изменение. Должно как минимум смениться два поколения. Ведь по вопросам общественного мнения, Артем, вы видите, что в России большинство людей, которые поддерживают Путина, это люди вот где-то моего или даже вашего поколения. Это люди зрелые уже такие. А среди 18, 19, 25-летних таких людей настолько мало, что путинские олигархи считают их практически своими врагами. Их от силы там 35%. Остальные не поддерживают путинский режим. Это дело пожилых людей. Два поколения сменятся. Этот режим уйдет. Но сразу, к сожалению, это не приходит. Прежде чем мы пойдем дальше, вот вы говорили о причинах. И правильно ли я понял, что это была такая политическая необходимость Путина начать эту войну, чтобы удержать режим? Конечно. Многие обвиняют Путина, вот то, что это он сбалмашенное решение такое принял для вторжения в Украину. С одной стороны, это так. Потому что Путина окрылили два таких события. Во-первых, это удача такой спецоперации в Казахстане, когда вот он как бы вошел в Казахстан с российско-белорусскими войсками там, побыл там две недели, помог Такаеву и с триумфом возвратился. Мы спасли своего друга. Второй момент – это позорное бегство американцев из Афганистана. Это вот позор Байдена, когда Путин получил такой сигнал, что Америка убегает, Америка слаба, мне можно все там творить, говорить и делать, что я хочу. Андрей, говоря о протестах в Казахстане, между прочим, разве это принесло какие-то баллы, очки Путину за помощь Такаеву? В стратегической перспективе никаких ноль. А тактически это было очень хорошо смотрелось, потому что Путин почувствовал свою силу. Войска вошли, потом вышли. Мы можем здесь манипулировать ситуацией, мы тоже участвуем наряду с Китаем. Но ведь медиа в России могли бы взять вот эту картинку и что-то сделать, смонтировать и подать это людям, чтобы выиграть дополнительные очки. Почему не сделали этого? А почему не сделали? Потому что плодами, стратегическими, тактическими плодами путинского успеха воспользовался Китай. Потому что Такаев, по большому счету, он кинул Путина, объявив ему в Санкт-Петербурге во время экономического форума, что я не поддерживаю эти ублюдочные автономии, там, лугандонские, там. И Путин был опозорен, конечно. Но это произошло позже. И тут мы видим, как раз, многие комментаторы отмечают, что Путин, он, может быть, хороший тактик, но все его стратегические расчеты, они обнуляются, они оборачиваются против России. Например, Россия хотела якобы прекратить распространение НАТО, на восток, но, тем не менее, своими акциями Путин лишь распространил НАТО. Даже с его точки зрения он сделал плохое дело. Мы имеем сейчас, с российской точки зрения, Швецию и Финляндию членами НАТО. И Украина уже, по факту, ну, переходит на стандарты НАТО, хотя формально она не является членом НАТО. То есть, в стратегическом плане Россия теряет, но лидер России не понимает, потому что диктатура цепляется за последние возможности выживания. Я повторяю, это поколенческое явление, потому что вся вот эта вот, новое дворянство, КГБшная власть, эти люди с такого, ну, советско-ельцинского призыва, которые воспитывались в Советском Союзе, а вышли из 90-х годов, и поэтому все их решения, это вот отражение тех явлений, тех вот мемов, тех стандартах, на которых они воспитываются. Теория заговора, это расчет на насилие, это психология, или ты доминируешь мной, или я тобой доминирую. Это уйдет. Вот говоря о формате этого режима, знаете, у меня появилась в голове такая аналогия. Когда мы просматриваем соцсети, допустим, там, Facebook или Instagram, те топики, которые мы просматриваем больше, соцсеть предлагает нам их чаще. Ну, наверняка вы обращали внимание, если вы смотрите какие-то фотографии или статьи об автомобилях, значит, вам Facebook предложит больше статей об автомобилях, может быть, специфические какие-то автомобили, или объявления о продаже этих автомобилей. И возвращаясь теперь к режиму Путина, и к тому, как, может быть, докладывают Путину о том, что происходит в Украине, о том, что происходит на фронте, не кажется ли вам, что это вот как раз аналогичный формат вот этих папочек, которые кладут на стол президенту Российской Федерации? То, что он хочет получить, то, что он хочет слышать, ему побольше дают. То, чего он не хочет слышать, ну, как бы убирает соцсеть с его глаз. Я благодарен вам, Артем, за такой вопрос, потому что вы выводите сейчас нас обоих и наших зрителей, слушателей, на очень важный вопрос. Я бы сказал, философский вопрос. Я постараюсь попросту все это объяснить. О чем вы сейчас рассказали? Это логика действий тоталитарной или авторитарной власти. Когда лидер, выстраивая свою, казалось бы, мощную персоналистскую диктатуру, сам себя, не зная того, обнуляет. Каким образом? Выстроив вертикаль власти, он подчиняет других людей и вынуждает их к чему? К тому, чтобы они приносили ему информацию, которая будет ему нравиться. Не объективную информацию, а информацию, которая будет ему нравиться. Вот именно здесь Путин попал в Кавкан, в украинский. Вы же понимаете, помните лучше меня, с чего все началось, когда ему ФСБ и ГРУ принесли вот эту вот информацию, о том, что в Украине вас будут встречать с хлебом с солью, а этого не произошло. Это типичный пример, когда вот этому великому лидеру, Путину, выдали такую фальшивую информацию. Почему? Потому что ему бы она понравилась. Такую же информацию выдавали Сталину и также обнуляли все действия Советского Союза из-за диктаторских вот этих полномочий Сталина. Но диктатор этого не понимает. И здесь фундаментальное отличие республиканских, демократических режимов от диктатур. Потому что худо-бедно в демократиях, особенно в демократических республиках, там знания, я повторяю, знания, источники знания, даже разведзнания, технические знания, научные знания, они все децентрализованы. И поэтому информацию лидеры получают из многих источников. Даже в Америке, имея такую вот эту куклу, такого маразматика, извините за выражение, я не хочу никого оскорблять, как Байдена у власти, тем не менее, сама система демократической республики, а у нас пока в Америке демократическая республика, путем децентрализации разведзнаний, научных знаний, технических знаний, дает объективную информацию и есть у нас много центров принятия решений, в отличие от той же России или Китая, где все завязано на вертикаль власти. И в этом трагедия авторитарных и тоталитарных режимов, которые сами себя обнуляют. Здесь еще в этой части у меня вопрос, а как выстроены отношения первого лица в этом режиме с приближенными, например? Есть какие-то у вас какое-то понимание или представление? Там очень просто и в диктатурах отношения с приближенным выставятся очень просто. На вершине пирамиды сидит лидер, а все приближенные они считаются слугами. И мы это видели очень хорошо, когда обсуждалось вот это вторжение в Украину, там в Совете Безопасности в Российском. Вы же помните, лучше меня, как вели себя вот эти клевреты Путина, которые как попытались робко с ним не согласиться. И тут же в эфире он их заставил объясняться, брать свои слова назад, и они испуганно лепетали. Вы нас неправильно поняли, дорогой лидер. Там отношения очень простые. Все приближенные зависят от него. Почему? Потому что они не просто могут потерять свою работу, они потерять жизнь могут, все его приближенные. Вот в этом заключается трагедия этих. Хорошо, вопрос тогда следующий. Пусть это будет не про Путина, а вообще вот про конкретный такой режим, где первое лицо, например, есть ли друзья у него в окружении? Ну, у него не может быть друзей, понимаете. У диктатора, хорошего, состоявшегося диктатора, у него не может быть друзей. Вы опять-таки знаете, Артем и наши слушатели, зрители, образованные люди. Вы же помните, вот известные книги, фильмы, «Осень патриарха», вот это описывает, когда этих диктаторов или какой-то даже мафиози, он в силу своего образа жизни, в силу своих политических решений, он не может иметь друзей. Вы посмотрите, кстати, на действия Путина, который то приближает, то отдаляет от себя этого Пригожина. Он то отделяет, то приближает к себе того же Герасима. Вот сегодняшнее решение, практически позавчера, или вчера он назначил начальником военной операции в Украине достаточно талантливого российского генерала Герасима, которого смешали с дерьмом до этого на волне вот приближения к телу Путина Пригожина и Кадырова. А когда Пригожин и Кадыров сильно усилились, тогда Путин их отдаляет и демонстративно возвышает Герасиму, а до этого Лапина тоже возвысил, которого обругали тот же Пригожин и Кадыров. Тот же Ковальчук, его близкий друг, он его то отдалял, то приближал к себе. Три недели назад он якобы отдалил его от себя, а на днях он опять его приблизил к себе. Так же делал Сталин, так же поступал Мау, сегодня так же действует Путин. Это настолько хрестоматийный пример того, что у диктатора не может быть друзей, он использует людей только в силу полезности ему. И все, больше ничего. А вот эти люди, Андрей, они действительно верят в идеологию диктатора, или они просто исполняют свою работу. Вы знаете, большая часть их, они просто условные бюрократы, которые делают, что им прикажут. Я, кстати, не настолько наивный человек сказать, что это просто всегда циничная исполнительность своей работы. Есть в России какие-то элементы попытки создания идеологии. Вот это вот аморфная идеология евразийства, которая пытается навязать российскому истеблишменту, образовательному мейстриму, там учителя должны это преподавать. Но это все замешано на такой обычной ненависти к Западу, к западной культуре, что мы находим вот в Китае, в каких-то африканских странах. Путин пытается играть эту скрипку. Вот его последняя речь в Петербурге, когда вот эту идеологию третьего мира, я ее называю, проповедовал, что вот нас угнетают эти люди западные в пробковых шлемах, а мы вот как бы сопротивляемся этим колонизаторам. Да, есть какие-то там ошметки идей, но это настолько убого, настолько аморфно, что в основном мы можем сказать, что вся бюрократия, вот эта, которая окружает таких диктаторов, как Путин, конечно же, главная составляющая это боязнь не понравиться лидеру, это желание предстать в хорошем свете перед своим лидером, написать что-то, сказать, чтобы меня одобрил великий лидер. Вот это вот логика, сама вертикальная власть, а идеология там уже в виде приложения выступает. Конечно, современная Россия, Артем, вы знаете, тоже это, это не Советский Союз, Советский Союз был сугубо идеологичным государством. Сегодня в России все-таки идеология занимает второстепенная роль, а главное вот это вот бюрократическая машина вертикальной власти, где люди боятся потерять благорасположение лидера к себе, вот это главное. Ну, вот вы говорите Россия не Советский Союз, хорошо, мы очень часто сейчас говорим путинизм, как описание того, что происходит в России, а из учебников истории, я помню, был сталинизм. В чем принципиальные тогда различия и может ли и сможет ли путинизм, как вы видите, пережить, например, самого Путина и если вдруг с Владимиром Путиным что-то случится внезапно, ну там, уйдет он или исчезнет, неважно, что, сможет ли эта идеология еще жить какое-то время? Она обрушится, эта идеология, причем обрушится она очень быстро, ведь вся вертикальная власть сейчас, в отличие от того же Советского Союза, она держится на одном человеке. В результате борьбы кланов, которая развернется после ухода Путина, этот режим будет добрушен, но не хочу обижать наших оптимистов, которые у нас есть, наверное, все-таки эта диктатура где-то восстановится в той или иной мере, она не будет такой жесткой, не будет такой жестокой, она даже может восстановиться, знаете, на чем, на волне критики Путина, из-за того, что вот этот негодяй вязал нас в войну, в братоубийственную войну с Украиной, и я уверен, будет какой-то новый благодушный диктатор, который скажет, нам нужно осудить Путина, нам нужно выстраивать мосты с Западом, но опять-таки не убежишь от того, что любая диктатура, она из ничего не возникает, для него должен быть какой-то человеческий материал, и опять-таки это обидно прозвучит для многих слушателей, но каков человеческий материал у нас на земле, из него произрастают такие же лидеры, каков поп, такой и приход. Андрей, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня, это был профессор истории университета Мэмфиса Андрей Знаменский. Всего доброго, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова